Присутствует такое ощущение, когда женщина приходит к ней отношение к ее лицу, к ее телу, как к расходному материалу, что это уже не ее тело, а куски мяса, которые мы отрежем, ну, наверное, можно скатиться на такую черстость профессиональную, относиться к этому как куска какого-то материала. Ну, может быть, в процессе операции, когда ты растворяешься в операционном поле, когда ты находишься весь внутри процесса, да, наверное, можно сказать, что ты думаешь, как о материале, и понимаешь, что чем материал качественнее, тем результат будет перфектным. То есть, безусловно, сшить, например, с корняков, да, человек, который занимается выделкой кожи, сшить, например, изящную вещь из мягкой, пушистой шиншиллы, конечно, легче, и результат будет ярче, чем, например, ну, с какого-нибудь кролика, который жесткий и лежал еще где-то долгое время, вот. Тяжело ему придется. И вот тут вот мастерство самого этого человека, ремесленника, который сможет создать даже из этого, из Жигули и Лексис, как и говорили. Ну, да, опять же, для этого понадобится очень много сил и опыта, чтобы создать эту самую иллюзию. Ну, да, приходится этим заниматься тоже. Приходит к вам женщина, и вы ей, при глядя ее глаза, сонным видом, говорите обо всех ее недостатках, где там что у нее висит, где у нее гряблое, и где, тогда как они реагируют на все вот эти ваши замечания? Ох, хороший вопрос, на самом деле. Потому что, действительно, когда это делается в кабинете врача и делается с целью помочь, то есть вот я могу назвать, что у нее не так или какие-то у нее есть проблемы, но я это делаю именно с одной целью, чтобы исправить, чтобы помочь вот в этой ситуации, но не оскорбить, я так понимаю, в чем подвох этого вопроса. Да, многие, неправильно понимая вот эту ситуацию, выносят, что называется, вот эту тайну, которая была между пациентом и врачом, вот эту тайну, этот диагноз, выносят за пределы кабинета и начинают говорить, вот он мне сказал, что у меня там что-то висит. Это на самом деле человек сам разглашает свой диагноз. Это, ну, что называется, не очень умно с точки зрения пациента. Со своей же стороны я это говорю для того, чтобы разобраться, чтобы помочь. То есть вот я называю вещи своими именами не для того, чтобы ее убедить, а для того, чтобы мы вместе решили, нужно это исправлять или нет. Это хороший вопрос, потому что вот очень много недоразумений вот из-за этого возникает. Именно из-за того, что пациентки сами разглашают свою врачебную тайну. Благодарны, судя по успешности, аж больше? Могут быть неблагодарны те, кто неправильно понял эту ситуацию, вот обиделся и, в общем-то, услышал вот эти вот антикомплименты, как будто бы не открыл что-то новое. На самом деле я всего лишь, может быть, разрушил иллюзию. Когда, допустим, переходит женщина, которой долго-долго, не знаю, тут 30 лет, 40 лет жили в браке, прожила, делали вы ее красивой, 40-летней, статной дамой, и у нее с мужем начинаются какие-то разногласия, потому что она считает себя молодой и красивой все еще, а муж уже старик. Таких бывают? Я понимаю, о чем вы говорите. Раньше я этому большого значения не предавал и даже считал, что это показатель хорошей работы. Сейчас я по-другому к этому отношусь. Да, раньше действительно сталкивался с тем, что партнер пациентки или пациента, если это так, испытывал некоторое недобство, и я думал, что, ну да, видимо, неплохо, пусть тоже приходит. Выровняем ситуацию. На самом деле я сейчас по-другому к этому отношусь и даю совет или рекомендацию всем тем партнерам, мужчинам, например, которые пригодят своих женщин, чтобы они хорошо понимали. Если мы видим на улице счастливую женщину, то просто оглянитесь по сторонам. Где-то есть мужчина, который делает ее счастливой.